Какие лендинги продают лучше всего? Как ни парадоксально, лучше всего продают именно типовые, стандартные лендинги. Чем лендинг более типовой, тем проще человеку не отвлекать внимание, фокус своего внимания, дай энергию, он видит вот то, что мне нужно, вот такие условия, вот покупай. То есть опять же здесь излишний креатив портит продажу, поэтому максимально стандартно упаковали, по всем стандартным вопросам дали ответ и, скорее всего, человек из вашей воронки уже никуда не денется, он либо купит, либо попадет в воронку прогрева, где он купит просто позже. Конечно, при этом нет единого правила, как делают лендинги. То есть есть некие теории и мы некий типовой лендинг делаем по стандартному формату, как мы представляем, какой формат мы знаем и так далее. Но конечный судья у вас в любом случае покупателей. Вы можете делать все, как мы учим, все наоборот. Но если в УЗБУ будут продажи больше, чем на стандартном лендинге, вы молодец. Но только всегда мы, если хотите протестировать креативную идею, всегда идите путем сплит-тестирования. Делайте как надо и как хотите. Что такое сплит-тестирование? Когда я уже рассказывал, что есть два варианта, тысячу человек сюда, тысячу человек сюда одинаковых. И там, где лучше конверсия, там, где лучше результат, там, соответственно, и победил. Поэтому вы, если хотите сделать неординарный креативный лендинг, делайте. Но тестируете его сразу параллельно одновременно со стандартным. Поверьте мне, вы многое поймете. Либо вы откроете новые решения, новые пути решения вопросов в лендингах, и это будет большое достижение. Либо вы лишний раз убедитесь, что стандарт работает лучше и стандартный продает гораздо лучше. Поэтому судья один сплит-тестирование. Итак, из каких блоков состоит типовой лендинг? Что должно быть на вашем лендинге? На лендинге обязательно должна быть главная страница, она же страница захвата, да, страница захвата, которая строится по определенным правилам. Сейчас мы разберем их более глубоко. В правиле АИДА первый экран, первый экран – это attraction, да, привлечь внимание. И человек либо делает покупку на первом экране, либо ему не хватает каких-то цифр, чтобы себя убедить. И тогда он начинает читать ваш лендинг, а по сути двигаться по правильной, построенной заранее модели продающих триггеров для того, чтобы ввести себя в соответствующее информационное и эмоциональное состояние для того, чтобы сделать покупку. Человек привлек, мы привлекли внимание человека, но не смогли ему продать. Что мы будем дальше делать, чтобы он купил? Дальше мы будем делать следующую вещь. Первое – attraction, привлекли внимание, он не купил, но и не ушел. Дальше, значит, ему не хватает информации, мы будем его информировать. Три основных блока в информации существуют. Первый блок – это что вы получите? Первое – да, мне это интересно, а что я конкретно получу? И тут вы получите раз, два, три, и мы конкретно описываем тот продукт, который человек получит. Все его составляющие с языком преимуществ, с языком выгода, то есть формате и ключах выгод. Окей, что получу – понятно, что дальше? Как мы это сделаем? Вот здесь путь клиента, как мы это сделаем? Такая S-образная кривая рисуется, да? И чем там, ну там не должно быть 100 пунктов, но там минимум 5, можно 15 пунктов, слишком много – тоже тяжело. Но если человек видит, какими тщательнее, что вы не забываете, насколько тщательно и подробно и глубоко подходите к процессу, он скажет – о, я хочу, чтобы мне было сделано именно так. Не вот так, как у кого-то – раз, два, три, а вот раз, два, три, четыре, пять. Я уверен, что парни, двигаясь именно этим путем, в лучшей и в наибольшей степени сделают именно классный результат, дадут мне тот результат, который я хочу. Следующий вопрос в блоке Information – какой? Сколько это стоит? Итак, сколько же это стоит? И вот здесь очень важно заметить, что мы рекомендуем работать с принципом трех цен. Если у вас есть одна цена на продукт, всегда нужно предлагать цену дороже, некий VIP-вариант, где входит много чего еще. Этот вариант в два-три раза дороже. И некий вариант эконом, в который стоит дешевле, может быть, два-три раза, но в него входит буквально 10% от продукта, какой-то прям минимум-минимум, даже часто невыгодный клиенту. И вы знаете, когда вы работаете с принципом трех цен, не факт, что 100% будут покупать продукт, который хотите вы. В нашем случае 100%, 60% покупают тот продукт, который у вас основной, который вы выделяете, оптимальный. 20-25% покупают продукт VIP, они работают и живут из категории VIP. И 10-15% покупают из категории эконом – это люди, которым вот… Это некий формат мышления. Но, тем не менее, при прочих равных вы, скорее всего, заработаете даже больше, чем заработали бы при 100% и большую конверсию получите, потому что и эконом, и VIP найдут себя. Стандартное предложение не могли бы и не купить, а вот именно VIP-вариант и эконом-вариант им очень понравятся. Итак, мы проинформировали, что мы дадим, как мы этого добьемся, сколько это стоит. Человек говорит – окей, это то, что я хочу. А дальше возникает вопрос доверия, как в блогах. Что-то не хватает, чтобы купить. И мы переходим к блоку Decision – стимулирование принятия решения, желание купить. Что мы здесь делаем? Первое. А кто мы? Почему именно мы торгуем этим товаром? И мы вставляем блок о компании, о нас, где конкретно рассказываем о себе. Человек говорит – о, вот у этих с этими людьми я готов работать. Даже если бы они это не так круто делали, именно с ними я был бы готов работать. Здесь, что важно указать в блоке о компании? Здесь не нужно писать, что мы основаны в черте каком-то году, и группа инженеров прошли непростой путь, и теперь мы достигли определенного жизненного успеха и кормим тигров в зоопарке. Нет. Так же, как, я шучу, что на продающем сайте продает каждый пиксель, каждая точка. Поэтому и текст этой компании должен продавать вас, и должен быть тоже написан в продающем ключе. Мы основали эту компанию для того, чтобы сделать наших клиентов самыми счастливыми, самыми довольными, самыми волшебными и так далее. То есть, вот то, что им важно, то, что вы в переговорах слышите, вот вы говорите, вот мы сделали компанию для того, чтобы вот такую мечту вам помочь достичь. И дальше, соответственно, как мы это делаем? Пошагово там, может быть, ну немножко вот, то есть, такую мини-продающую модель. Да почему мы, чем мы хороши, вот этот кусочек. Окей, человек говорит, ну вот хорошие ребята, да, с ними интересно, они заботятся обо мне. Но вот чего-то все равно не хватает. И здесь приходит время самого важного продающего триггера. Вообще на лендинге два триггера наиболее важны. Первый триггер на лендинге, который важен, это первый экран, и мы о нем сейчас все подробно говорим, как сделать сильный первый экран. А второй, это блок отзывы. Самый продающий элемент на всех сайтах всегда это блок именно отзывы. Почему? Потому что люди покупают мечту, они видят, что человек пришел похоже на них, с такой же проблемой, и он уже счастлив, а я еще до сих пор нет. И в этот момент, когда вот человек видит счастливых покупателей, чаще всего именно там происходит продажа. Люди читают отзывы, и они хотят так же, как в этих отзывах. Поэтому, если у вас отзывов нет, ваш лендинг будет продавать плохо. Если вы только начинаете свой бизнес, вы видите первых покупателей, ну, запишите тестовые отзывы от ваших друзей, да. То есть, там не должны быть фотографии из фотобанка, опять же, из Яндекс.Картинок. Человек увидел, да, он этого человека уже 300 раз видел, он знает, что это не Семен Петрович из там Сыктывкара или Екатеринбурга, он уже этого человека знает, да. То есть, друзья и каким-то более-менее живым текстом. Но когда вы говорите, а какие отзывы вы хотите, вот старайтесь вывести человека, чтобы он своим языком, своими словами, чтобы доверия было больше, надал отзывы под тем ключом, соусом, который хотите вы. Так будет наиболее эффективно работать. Окей, это блок decision, да. Соответственно, кто мы? Вот результат наших клиентов. Причем текстовые отзывы с картинками – это полбеды. Чтобы их усилить, можно сделать видеоролики, да. Люди видят живого человека, они понимают, что это живой человек говорит. Это не просто какая-то картинка из интернета, это классно. Еще более сильно, если ваш бизнес это позволяет, лучше сделать блок отзывы в формате отзывов в социальных сетях, чтобы люди, живые люди ВКонтакте и Фейсбуке оставляли отзывы, люди могут сходить, посмотреть их профиль, они понимают, что это не боты, они понимают, что это живые люди, которые своей репутацией отвечают. Таким отзывам они будут доверять наиболее сильно. Ну, если у вас есть хорошие, интересные клиенты и вашей целевой аудитории важно, чтобы вы работали с кем-то очень важным, то третий блок, который есть decision – это с кем мы работаем. И там Microsoft, Сбербанк, Центральный банк, как там, не знаю, Государственная дума, то есть вот те бренды, которые на вашем рынке важны, по вашему мнению, ваша целевая аудитория, и вы с ними работаете, там Pioner, Sony, Microsoft. Вот вы эти логотипы ставите, благодарственные письма от этих клиентов ставите. Если действительно у вас есть хорошие, интересные кейсы, это будет очень хорошо, очень интересно и очень здорово. Ну и дальше у вас блок-экшн. Вы повторяете форму захвата, то же самое, что у вас было на первом экране, а под ним карту проезда к офису и, соответственно, футур, где уже еще раз телефоны, контакты и реквизиты компании.